Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизни и это продолжение нашей карьеры за Лестер-Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну а также, кто не знал, у нас также продолжается марафон. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выкладываю следующий видеоролик. Поэтому дерзайте. Ну что же, сегодня мы играем против непобежденной, только так я могу про эту команду сказать, Ливерпуль. У них 36 очков, а это значит, что мы отыграли уже 12 матчей в английской премьер-лиге. Мы на четвертой строчке. Чуть нам осталось до второй, на которой мы и были, но после ничьей с Кристалл Пелосом мы опустились на четвертую. Посмотрим, давайте еще также расписание. Играем против Ливерпуля дома, на выезде против Луэрхэмптона, дома против Уэстхэма. И на выезде против Миддалленда, это, если я не ошибаюсь, шестой тур. То есть, в принципе, мы уже узнаем возможных наших сначала соперников по плей-офф Лиги Чемпионов. Ну а потом уже и точно. Поэтому как-то так, Лестер и Ливерпуль соберем сейчас наш состав. У них, кстати, Стракоши и Алисон, вот это у них там вратарская бойня. Ну, естественно, у меня будет играть Анана, хоть и Шмейхель выздоровел, но у него неполная восстановленность, так сказать, у Ананы. А у Шмейхеля, ну, сами все, в общем, видите. Форма ниже среднего. Поэтому как-то так. Гомес и Канате будут у нас в центре обороны. Также Айоза Перес. Ну, Варди будет в нападении. И Барнс. Вот как-то так. Надеюсь, что что-то это поможет. Хоть и состав не сам у меня сейчас боевой, конечно, но все-таки это Ливерпуль. У них, конечно, какая-то форма прям неудачная. Вот это получше. Поэтому Лестер против Ливерпуля. Поехали. Английская премьер-лига. King Power Stadium. Лестер-Сити принимает Ливерпуль. Поехали. Матч очень для нас будет трудным. Все-таки играем против первого места сейчас. Которые еще никому не проиграли в английской премьер-лиге. Не теряли даже очков. Поэтому посмотрим. Здесь мы, кстати, вроде Ливерпуль в прошлом сезоне-то обыгрывали. Вот Барнс сейчас хотел прям так залезть. Не получилось, к сожалению. И вот он Барнс. А вот она подача на Варди. 1-0. Мы забиваем ворота Ливерпуля. Если я не ошибаюсь, им вообще никто не забивал. А здесь Джейми Варди. И это 1-0. Мы выходим вперед. Замечательно. Но это должно было случиться. Потому что мы наседали и наседали на Ливерпуль. У них только угловые были все. Но здесь какая шикарная подача Барнса. На Джейми Варди тот открывает счет. Замечательно. Сенсация. Лестер-Сити обыгрывает Ливерпуль. Команду, которую никто ни разу еще не обыграл за 12 туров английской премьер-лиги. Но вот 13-й тур. И Лестер-Сити дома. Четыре удара. Три свор. Игра на самом деле была равная. Просто у нас получилось. Варди стал игроком матча. Я считаю, абсолютно заслуженно. Но сейчас посмотрим. И ведь действительно Ливерпуль пропустил единственный гол. И первый гол в этом сезоне именно от Джейми Варди. У них первое поражение. Вот так вот. А мы поднимаемся на третью строчку. Отставание у нас теперь до Ливерпуля 8 очков. Мбаппе удостоверил награду лучший футболист мира. И получает свой заслуженный золотой мяч. Это величайшая честь, говорит Мбаппе. В ожидании в матче с клубом Волверхэмптон. Ну и здесь мы да, победили. Ну, Анана тоже нас, кстати, выручал. Не будем про это забывать. Так, Чудхури. А Востбром, ведь чего хотят. Так. Так, сейчас мы попробуем поднять стоимость. Вот, до 6 миллионов. Шестерочка примерно, значит, у нас будет 20 с половиной. Так, и с кем мы? Ух, а нам тут вообще, ну, в принципе, ни на кого-то и не хватит. Поэтому я даже не знаю. Мне кажется, мы будем пока что отклонять. Потому что у меня вроде как весь состав. Это все мне нужные игроки. Вот. То есть на каждую позицию по одному. Поэтому, мне кажется, я буду... Так, а можно сейчас уже отклонить? Нет. Не вести повторные переговоры. Вы решили? Все, и просто отклоняем. Да. Замечательно. Потому что, ну, мне не хватит просто денег на покупку. Там других игроков 30 миллионов минимум. Так, лучший главный тренер это Пеп Гвардиола. Ну, понятно. Мэдисон, Варди и Вернер попали в сборную месяца. По рейтингу здесь только молодежка прокачалась. Поздравляем их. Так, а у нас игра с Волверхэмптоном. На выезде они идут на девятой строчке. Надеюсь, сейчас Шмейхель будет у нас готов, чтобы я дал отдохнуть Анани. Да, замечательно. Так, Анхелиньон также выйдет вместо Регелона. Даже не знаю. Ну вот, ух, тут и Барнс, и Мэдисон. У нас прям подустали. Значит, Мэдисон будет уже был у нас такой момент, когда такое происходило. Как-то так. Так, дадим отдохнуть. Лаутар Мартинесу выйдет Абрахам. Мартинес на скамейку. Запасных Варди не будет принимать участие. Также вместо Канатэ будет Саюнсу. И также вместо Нидиди Чудхури. Поэтому я думаю, ну вот. Кстати, ну что-то очень много у нас прям вот этих показателей вниз. И Мэдисон, и Барнс, и Айоза Перес. Не повезло. Не повезло нам конкретно. Поэтому постараемся таким составом обыграть Волверхэмптон. Все-таки играем на выезде. Поехали. Итак, английская премьер-лига. Молинейк Стадиум. Волверхэмптон принимает Лестер Сити. Важная игра для нас, чтобы набрать уверенности и закрепиться уже на этой... Какой мы на третьей строчке, да? Поэтому будем бороться за топ-3. Но, так сказать, на всякий случай топ-5. Мэдисон с ужасной формой. Но пас он точно дает на Тиму Вернера. Вернер. И 1-0. Как же шикарно сейчас Лестер разогнал эту атаку. Мэдисон на Вернера. И тот отдает голевую передачу на Абрахам. Хороший прострельщик. Восьмая минута. Неплохо. Ундер здесь уже даже в штрафную так пролез. А мяч-то остается у Лестера. Что творит сейчас Абрахам? Просто переиграл Руи Патрисио. У меня даже слова уже закончились в этот момент. 40-ая минута. Дубль. Тиме Абрахам. Хочу еще раз посмотреть на этот момент. А Мундер очень хорошо. Как-то мяч так получился. Оставил при команде Лестера. Здесь просто аккуратненько тут перебрасывать. Даже можно было. Руи Патрисио просто наугад уже прыгал. Надеясь на то, что пробьет в дальний угол. А Абрахам пробил ближний. Снова. Пошла хорошая передача на фланг. Подача здесь в штрафную. Телеманс. Просто ну вынесите. Ну ребята, ну ребята. Опять же наша, причем это ошибка. Просто не могли сразу же вынести мяч. 2-1. Диога Жота уменьшает наше преимущество. Ну-ка на хэт-рик Абрахама. Хэт-рик Абрахама. 89-ая минута. Джерард просто ликует. Но это замечательное событие. Но Абрахам действительно забивает у нас хэт-рик. Если не ошибаюсь, в этом сезоне у нас никто пока что хэт-рик не забивал. Что-то не припоминаю я такое. А вот Абрахам ворота Волверхэмптона забил. Замечательно. Финальный сесток. Хэт-рик Тэмми Абрахама на выезде. Против Волверхэмптона нам приносит победу. Супер. Я сейчас надеюсь, что мы на вторую строчку поднимемся. А здесь, кстати, все закономерно. Сколько ударов в створ было, столько и голов. Ну и Абрахам 8-5 оценку получает. Итак, после 14-го тура, да, мы поднимаемся на вторую строчку. 8 очков отставания до Ливерпуля. Ну и в 1 очко мы лидируем над третьим местом. Итак, у нас сейчас игра против Вестхэма. Собираем наш состав. Ну, снова, похоже, сыграет Шмехель. Почему бы и нет. Чуд Хури снова. Потому что он Диди плохая какая-то такая форма. Барнс готов выйти на поле. Ну, Варди выпущу вместо Вернера. Так, у Прайта. Плоховато все. Кастагны. Почему бы и нет тоже. Ну и Жогомес вместо Девинсона Санчеса. И все. Вот таким составом мы выходим на этот матч. Возьму сейчас некоторых игроков, которые, ну я понимаю, что мне точно помогут. Поэтому как-то так. Все. Лестер-Сити против Вестхэма. Опять же, что-то у нас по формам немножечко. Оттенки могут совпадать. Поэтому вот. Замечательно. Лестер-Вестхэм. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер-Сити. Вестхэм Юнайтед. Английская премьер-лига. В которой мы сенсационно находимся на втором месте. За два года мы впервые попали на вот эту вот строчку. Но за этот сезон уже вроде второй раз туда снова возвращаемся. Пошла хорошая такая интересная подача. Даже удар по воротам получился, но снег на стадионе так немножечко, не знаю, помешал футболистам. И все. Финальный сесток. Счет у нас 0-0. Не получилось у нас переиграть в Вестхэм. То есть вот, да, Ливерпуль, пожалуйста, а Вестхэм нет. По моментам сами где-то мало били по воротам. Ну и Барнс еще стал игроком матча. После 15-го тура, после этого ничей, мы, кстати, так и остались на втором месте. Супер, но 10 очков теперь отставания до Ливерпуля. Итак, сейчас у нас игра в шестом туре Лиги Чемпионов против Миддалленда. Если не ошибаюсь, то мы там уже точно с первого места выходим. Сейчас посмотрим. Да, поэтому для Миддалленда тоже уже нет никаких смыслов, шансов бороться за Лигу Европы. Поэтому наша группа уже, в принципе, сформирована. Поэтому надо просто вот доиграть этот матч. Шмехель с ужасной формой, но будет, значит, Анана. Анхелиньо также появится у нас на поле вместо Конате. Саюнсу. Прайд вместо Тилиманса. Вместо Ундера. Айозу Перес. Тэми Абрахам в нападении с Тимо Вернером. Вот так вот. Ну и все. Вот таким составом мы выходим. С капитанской будет Мэдисон. Все. Миддалленд против Лестер-Сити. Лига Чемпионов. Поехали. Итак, МЧ. Арена, наверное, так правильно читается. Миддалленд принимает Лестер-Сити. Мы их, если я не ошибаюсь, минимально обыграли в втором туре Лиги Чемпионов. У себя дома. Ну вот сейчас шестой тур. Мы уже ни за что не боремся. Мы официально выходим из этой группы с первого места. Ну и Миддалленду бороться уже ни за какие Еврокубки нет смысла. Чисто просто не наберут и не смогут. Шахтеру тоже. Они официально уже в Лиге Европы с весны. Ну а Барселона выходит со второго места. Поэтому как-то так. Но вот просто показать хороший футбол, чтобы себя проявили какие-нибудь футболисты, это всегда пожалуйста. Для этого, в принципе, и существует этот турнир. Три минуты арбитр добавил. Мы переходим все в атаку и на теме Абрахама. Ну и супер. Ну и решай. И забивает от штанги теми Абрахам. Отлично. Наша победа вырванная в конце матча. Теми Абрахам нам ее приносит. 93-я минута. Последняя в матче. И все-таки у нас получается. Снова мы обыграли минимально Мидлэнд. Очень хорошо здесь Прайд отдал на Абрахама. И тот с левой ноги в штангу. Риск был. Но все-таки получилось забить. Ну и финальный сесток. 1-0. Очередная у нас победа в Лиге Чемпионов. Я не помню. Мы вроде только с Шахтером в ничью сыграли. Это единственная наша была потеря очков. Абрахам снова у нас игрок матча. Так. Барселона минимально обыграла Шахтер. Да. Мы только в ничью сыграли с Шахтером именно. Поэтому все. Посмотрим нашего возможного соперника. Это может быть Рейнджерс. Это может быть ПСЖ. Брюги. Краснодар. МЮ не может. Сити не может. ПСВ. То есть я ко всем готов. Но кроме ПСЖ, конечно, ПСЖ бы не хотелось. А так к абсолютно любой следующей команде я готов. Буду надеяться, что это все-таки не ПСЖ. Ну а на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, там же уже есть. Как расписание с Зюльт Варигом нам предлагает статьи главным тренером. Так. Ну у нас вот Челси и Зюльт Вариге. Так. Перейдем сейчас в расписание. Посмотрим на нашего следующего соперника в Лиге Чемпионов. Уже, скорее всего, известно. Так вот потихонечку, потихонечку. Не видно. Брюги. Замечательно нам попадаются Брюги в одной восьмой Лиге Чемпионов. Поэтому проходимый на самом деле соперник. Поэтому будем пробовать выйти дальше. Почему бы и нет. Ну а на этом все. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok